Ну что же, всем еще раз здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Рохаб, с вами Мила. Вторая карта между Крейзи против Плазмы. Пикибана на ваших экранах. Плазма, Вэтспирит. Плазма у нас Шейкер, Бангалер и Скай. Против Фуриона, Вэтспирита, Дума и Вичдоктора от Крейзи. Соответственно, у нас Шейкер и Скай саппорты. Пангалер на предыдущей карте был мидером, но думаю, что в этот раз его все-таки сделают хардлайнером, так как с мидом что-то пошло не так. Добавляют себе в пик МК. Замечательное приветствие от Манки Кинга. И давайте это смотреть, что сделает Крейзи. На предыдущей карте очень здорово зашел Вэтспирит на четвертой позиции. У нас есть Вичдоктор, который пятерка. И вот тут еще Дума вместе с Фурионом. На предыдущей карте Фурион был в третьей позиции. Если предположить, что так все и будет, то получается у нас Дум в мид. Но есть еще вариант, что Вэтспирит отправится в мид. Дум будет в третьей позиции. Фурион четверка. И Дума и Вичдоктор пятерка. Магнус. На ласт пик. Осталось 10 секунд. Осталось 5 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 секунд. Продолжение следует... 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 против него стоять. Поэтому Брайла отправляют на лёгкую линию, а тролля, соответственно, нет. 30 секунд до начала сражения. Очень интересно, что Рэм уже себя прокачал в скивер. Чаще всего, когда идут на лёгкую линию на Магнусе. Может, связано с тем, что саппорта сейчас с ним не будет. И оставят его одного на какое-то время. Дум вместе с джидоктором также должны подумать про покупку как можно быстрее стиков на этой линии против Ская. Увидели, что тролль пошёл в мид по закупу и отправили МК на бот. Кстати, не меняются. Пока продолжают на боте стоять Брайл. Чаще всё-таки с мидом сложнее меняться. По экспириенсу есть разница. Так в этом плане удобно. На топе забирают его от спирита. Думаю, какая-то хорошая фиссура. И эскивер под тавор. Стандартная достаточная история. Не получишь! Вот эскивер получился реализовать. Редко увидишь магнуса фармящего на лёгкой линии. Тролли в миде всё хорошо, в целом ненамного, но уже отстаёт по гарьеру, если учесть, что сейчас ещё пачку крипов тут под тавором добивают, то это 12-1 против 7-2. Так что 5 крипов, кстати, для такой минуты, это уже неплохая разница, если она будет увеличиваться. Дальше идёт Дум. Дальше идёт Фурион. То есть на всех трёх линиях по крипстату Крейзи опережает своих оппонентов. Какие-то возражения? Это не пошла, родители! Не самые лучшие каски. Получилось, что палка ещё была в кулдауне, иначе, думаю, могли быть проблемы. У него ещё стики были, поэтому маловероятно, что его здесь забрали, но тем не менее. Стандартная пауза, куда же без них. Следующая игра Бизнес Ассоушейтс против зумеров. Тоже, в принципе, явный фаворит имеется в матче. Ну и следующую игру отменили. Вот мне больше всего грустно из-за того, что я не знаю, на какой карте их обвинили в 3-2-2. Я про плюс-1. Хотелось бы узнать. Там была очень странная карта, когда я намекала, скажем так, что действия команды очень странные и так далее. Мне интересно, та это карта или нет. Продолжение следует... Думаю, здесь крайне неприятно стоять. Он ещё по Клипстату как-то держится по натворцу. Понятное дело, что у него всё даже лучше водит из-за Дваура. На Ларенджа. Вот теперь выход под четвёртую минуту для того, чтобы законтролировать руну. Но Пангалеру повезло больше. Типа Ларгейн Руна. Очень приятная для этого героя. И под неё даже в идеале можно было попробовать сделать враг. На боте происходит враг, которого не должно было происходить вообще никак. Погибает МК. Размен забирает Виджи Доктора, но согласитесь, размен неравноценный. Здесь погибает герой, который должен эту линию с Аллатой играть и делать фраги на Думе. Ну, не по кулдауну, но по крайней мере делать их. А с другой стороны, они мало того, что МК потеряли, хотя бы какой-то размен в лице Виджи Доктора сделали, но это пятая позиция. Здесь МК хорошо фармил. Да и сам Вышло совсем Плохо Как у нас Касочки Виджи Доктор забирает Руну Разменялись И теперь на Скай Выход через Медедикт Под землёй Последний удар и минус Скай МК уже не мог чем помочь У него палка была куда-нибудь Такой приятный фраг Мало того, что Баунти забрали, так еще и Скай убили Ну что, можно переключаться на Нотворсы Там мы увидим, что у всех трех позиций все неплохо Тролль успевает подрубить свой ультимейт Ах, как же, как же повезло Как же повезло сейчас Вообще, если бы прилетел Фурион Странно, кстати, на самом деле, что он не прилетел Это был бы Минимум размен А в лучшем случае бы, скорее всего, даже выжил у нас и тролль И убили бы Пангалера На боте На боте в это время сделали фраг на МК Еще и Скай Пробили Даже повезло, что не отскочила каска Поэтому Скай выживает Дуб приближается к шестому уровню То есть у нас уже по левелу на боте доминация Тут приближается к пятому Здесь к шестому То есть практически на левел На топе погибает Вэйд Спирит На этой карте хотя бы нет такого Такой доминации на стадии ланингов Вэйд Шестой уровень Имеется манга Желательно бы, конечно, было бы Клареточку еще себе принести Портж Там 150 маны На все И дум, кстати, выходит через Некрам В принципе, Этернал На той карте, про которую я говорила Когда он, видите, стоял на думе Мы еще обсуждали Насколько нестандартный пик Пытается перегениться Нижнюю башню силы Хорошая реализация думы На самом деле Против любой другой команды Такая реализация Более сильной команды Она бы не сработала Увидели, как нагло он зашел Еще МК выиграл какое-то время Да, возможность сделать телепорты Хотя бы там шейкеру с фиссурой Если бы еще там скай прилетел Они бы еще даже на развороте Смогли бы что-то сделать А в итоге они Ну, это совсем уже несерьезно Прилетает Пангальяр Прилетает МК просто пошел вперед Пятого уровня и умер Забрали тавр, как на предыдущей карте Только я сказала, что нет такой доминации Как МК погибает два раза Забирают тавр И уже около 3000 преимущества за креди В миде также у тавра Лоу хп Поэтому Скорее всего Будет перетяжка на мид А потом уже на бот На топ, просишь прощения Магнуса имеет црп На данный момент Магнус Наверное, максимально Опасный персонаж Только из-за вот этой красной кнопки Ну И в принципе С шестым левелом скай Это 100% минус Должен быть На какого-то героя Шейкер медленно Но уверенно выходит Блинк Приобрел себе транквилы Нападение на Вод Спирита Вод Спирит Перетяжка Выкроет какое-то время Магнус его уже заранее преследует Должны забрать Приходится давить доктор Ну Тут Тум Каски Меледикт Про Шейкера можно забыть И вот Магнус Следующая Более важная цель ВД может просто поставить Дезвард И добить его Что он и делает Даже более того Фраг достается Туму Но Тем не менее Это они Подрались без Шестого Ну без Реализации Дума То есть просто Убили трех героев В размен на одного Саппорта Двух саппортов И Первую позицию Баунти руны Виджи доктор Должен забрать Здесь две Я вот Бангольера С дабл дэмэджем Под Вижен Идет за этой Баунти Встречает Может бы Кстати попытаться Заматить Вот в эту область Потому что Здесь это был Достаточно очевидный Мув А Дум мог бы Сделать телепорт И дать Дум Интересно догадаются Про варты Или нет Не просто так Банголер заходит И нагло себя ведет Но Он его не спалил Поэтому может И не догадаются Дум Понимает Банга Что здесь ему уже Никуда не уйти Приятно Фрён Максимально Удачный ультимейт Забирает Фракта Банголерия Которого тут Еще Дум Потратили Ну и в итоге У нас Практически Трипл килл Булл для Фреона На разных частях Карты На боте Умирает Шейкер В миде Погибает Бангольер На топе Погибает МК Увеличивает Преимущество До 5000 Ну и теперь Просто Пот в рам Тауру Миде Забрали Здесь забирают Еще Скай На этой карте Кстати Еще стоит Обратить Внимание Что Фреон Собирается Немножко По другому Через Орчат Помогите Помогите Где же Хил Теперь Месть По Пангольеру Но опять же Собирали Фреона Но тут же Сразу Отвязочкой Погибает Панга За этот флаг Хотя может Для Панга Это и Хороший Размен Если учесть Что Да 318 Солото Стрик Был У Фреона 60 секунд Думба Уже Вот Готовы Вторые Некра Магнус Будет ли У нас сегодня Какая-то РП И Ультимейт Ская На самом деле Даже Того же Самого Думба Можно было бы Убить У которого Хороший Стрик У которого Отличный Нетворс И за это В принципе Заработать Очень много Золота Магнус Телепорт На бот РП По Войтспириту Фиссура Чтобы еще Добить Фреона Отличные Спорты Но Тролли Не Через БФ Вот Это Новость Здесь Очень Много Героев Поэтому Дум Чуть Поаккуратнее Нужно Себя Вести Добивают Конечно Ж У нас Шейкера И МК Но Тем не менее Дум Погибает Правда Размерно Дум Получилось Забрать Четверых Героев Так что Дум В целом Может быть Доволен Тем не менее Сами Сделали Хороший Фраг Только Вот Очень Много В него Всего Дали Магнус Продолжает Формить РП в кулдауне Дабл дэмэдж На топе Дабл дэмэдж Мэтэ Рошан Вижи доктор Хилл Фурион Энты Тролль Урон По моему Идеальное Время Для того Чтобы Этого Рошана Забрать Вот Полетит У нас Фурион Линет Даже Без Фуриона Справляется Подошел Просто Дум С Некрами Начал Все Это Дело Это Время Нападения На Фуриона На Галер Покатился МК Арены Еще Нет Как раз На Хезу Полностью Весь Проказ Дают Дрался До конца Доктор Минус Пангольер Практически В соло Можно сказать Шекеры Должен добивать Тролль Аегис Кстати На Тролля Фурион Через Пять Секунд Может В теории Прилететь На Скай Но Вижена Здесь Нету Поэтому Хезу Скорее Всего Не Полетит Пойдет Просто Забирает Паунтинг Подфармливает И Собирается Выйти Блокинбар На самом деле Решение Здесь Пойти Через Орчид Оно Возможно И не Такое Хорошее Но На предыдущей Карте Мне Например Мека Понравилось Больше Вот с этим Моментом На самом деле Сложно Угадать Потому что С одной Стороны Мека Говорит О том Что вы Быстро Идете По уши А вдруг Если что-то Не пошло То Твоя Мека Она Владнерс Которые Ты собирал На ранний Старт Они могут Быть Алибарда Появляется На МК На 17 Минуте То есть Тайминг Очень плохой И дальше МК Собирается Сделать Выход В Радик Вот Единственное Что меня Лично Интересует Два Телепорта Брайл Куда же Ты идешь Дум Хороший Очень хороший Дум На самом деле На МК Сам Тут еще Неприятный Момент Что Некра Справляются Неплохо То есть Забирают Шейкера Забирают МК Снатоми Погибает Бангальера И Идут за Тавром От Меледикта Погибает У нас Магнус Забирают Тавру И Это Минус Четыре Скай Ушел Очень Покот Хотел сказать Я Но Нет В итоге Опять же Дума На разных Частях Карты Минус Пять Героев Если честно Дум Соло Убил Двоих Собирает Себя Блинк Опять же Сэйл Сэйланс Помог Помог Еще Ветспир Так Что Вдвоем Они Погибли Но Это Не Оценяет Того Что Залез Все В их Пользу И Максимально Здесь Еще Иду Очень Плохо На самом деле Вперед Пошел На что Вы должны Были Наказать И Наказали Выход В Даггер Телепорт Наглый АТП Который Здесь Еще И Оправдан МКВ Собирает Тролль Интересно Почему МКВ Неловкая Ситуация Когда Ты Зажал Себя Своими Женекрами Тиммейт Фреона Очень Больно Добить Теперь Магнуса Неком Лишняя Смерть На самом деле От Дума И Дум Когда Уже Добить Не Получалось То есть Той Ситуация Когда Он Оказался Один Против Двоих Там Дум Был Логичен Он Не Дал Арену МК Поставить А Вот Здесь Он Все Против Пятерых Дрался Странновато Было БКБ На Фурионе Скайшекеры Вообще Не страшны На этой Карте Как-то Менее Собрано У нас Крейзи Преимущество Все равно Очень большое Но Дает Какие-то Шансы То есть По Перемещениям От Брайла Которого Там Сначально Счет 6-0 Теперь Стал 8-5 Возможно Кстати Думаю В такой Ситуации Нужно Было Даже Не Блинг Брать А условно Владмирс Здесь Видимо Сами Хотят Инициировать Не давать Магнусу А Ребята Из Платно Решили попробовать Отправиться И использовать Свои Ультимейты Шейкера Блинг Хаслэм У Магнуса Блинг РП То есть Ультимейты На самом деле Правда Неплохие И на кого же Эти ультимейты Будут потрачены С нападения На Пангалера Пангалера Практически Убивает У нас Водспирит А здесь Минус Дум МК Арена Прямо С нее Выходит Очень много Времени Выигрывает Шейкер И Даблкил Яска Но изначально Весь прокаст Свой Воспирит Дал В Пангалера Которого Не получилось Добить Плюс Они дрались Без Дума Ультимейта Силы Света Укрепили Свои Сооружения Не хватает Наверное Тролля Какого-то БКБ Чтобы Драться Было Комфортнее Опять же Очень много Магического Урона Мгновенного И Несмотря На то Что Есть РП Через БКБ То Шейкеры И Скай Уже Будут Не так Страшны Тролль Утимейт Разбирается С Манглсом Здесь У нас Опять же Нападают На Семь Кругов Ада Подождут Мои Милые Друг Дума Прыгает Вет Спирит Затепили Шейкера Может И не Нужен Утимейт Но Это Уже Не Настолько Важно Прыгает Дальше За Скай Скай Собирает Атос Пытается Хотя Бичи Доктора Убить Кстати На самом деле Был близок К этому С Тиким Был Уич Доктор Поэтому В любом Случа Выживал Б Если Вы ДК Б Как Говорится Митя Погибает Манглс Отыгрываю Немножко Преимущество Которое Подарили Плазм Заход На ХГ Возможно Прежде Временный Но 28 Секунд 13 Нижнюю Башню Сил Тьмы Атакуют Верхнюю Башню Сил Все-таки Решили Отойти По Рошану Буквально Там 10 секунд Так что Вот-вот Появится Тролль Все-таки Башер Не БКБ Ну Как раз У Рицу Все Неплохо Он В целом Все Комфортно Чувствует Тем не менее С БКБ Возможно Ему Было Было Чуть Попроще Очень много Смертей От Дума Было Когда У него Такой Творец Был Хороший За него Очень Много Золота Давали И Артефакты Он Себе Выбирает То есть После Некров Которые По таймингу Были Очень Ранними Хорошими Решил Блинк Здесь Врываться На самом деле И Не Нужно Вот Выживаемость Если бы Здесь Появился У него Пайп И Кримсон Чтобы Просто Втанковывать Себе Миллион Урона Чем Не попадает Вэтспирит Подцепил МК Здесь Скай Разбирается Соло С троллем Вот Что значит Игнарирует БКБ Это будет Минус 7 Фреон Выживает Только потому Что Замесен Не участвовал И Заход На Рошана Просто БКБ На самом деле Здесь Они Максимально Неудачно Для себя Подравились По идее Такого Замеса Не должно Было Быть Чуть Более Удачных Течений Обстоятельств Опять же С этим Самым Троллем Чтобы Он Успел Прожать Свой Ультимейт Может Это бы И вышло Так бы Его быстро Не забрали А здесь А здесь Он Полностью Спитал Себя Второй Ультимейт Скай Иллюзия Играли уже Достаточно На большое Преимущество Кстати Все Тролль Передумал Простите Что Я в шоке Кстати Если Если бы У него Было бы КБ Я бы Его еще Поняла Но Рапира На самом деле Здесь Рапира Считай Первым Слотом Ему Отдали Елиц И он Купил Рапиру Против Тролля И Дума Кстати Против Дума Может Не такая Плохая Идея Если То есть Что-то Отхиливается Нет Никакого Лотоса Или Свера Рискован Рискован Очень Рискован Невидимость Есть Силы Света Используют Сканирование Если Если Это Сработало Будет Очень Интересно Посмотреть Как Все Будет Происходить Так Подловили Шейкера Под Маледиктом Ветра Сразу Убивает Вичи Доктора Но Погибает И Шейкер МК Арена РП Магнус Угодит У нас Просто Разрывают Тролля Каски На самом деле Очень хорошие Ведь Доктор После Байбэка Сейчас Погибнет За Один Удар От МК С Рапирой Но Без Дум На Магнуса Который Уже Дал РП Минус Дум Игра Становится Интересной Кто мог Подумать Сыр От Магнуса Это Просто Уникально Вы понимаете Что Крэйзи Намного Сильнее Чем Плазма Просто Намного По Личному Скилу И так Далее И Здесь После Первой Карты Сработал Такой Эффект Можно Немножко Подрославиться Мы Намного Сильнее Не играть На 100% А играть На 70% Где-то Подведонить Где-то Пойти Вперед Что Происходит У нас Дальше Подведонили На Рапиру Для МК МК С Аегисом И С Рапирой То Есть Они Просто Снесли Мин За Один Замес Байбэк Отстань Нет И Это Преимущество Вообще Ничего Не Осталось Идеально Идеально Пойти По Боту Забрать Хотя бы Пару Товров Еще Чтобы Немножко Было Больше Пространства Спровоцировать Какой-то Замес Крейзи Возможно Опять же Вот Как Изначально Пошел Шекер Казалось Что это Достаточно Странный Мув Что его Сейчас Первым Заберут Но Сюда Встянулись Все Игроки Команды Крейзи И Взамен На Шекера Забрали На самом деле Всех Еще Доктор Еще Байбэк Сделал Тротители Дум Магнуса Который Уже Свой Дум Дал Опять же Шекер Стягивает Но Честно Говорю В этот Раз Он Стянул Не того Кого Нужно На самом деле Стянуть Да он Стянул Проблема В том Что его Команды Здесь Не было Игра Которая Даже Будала Быть Максимально Простой Быстрой Сейчас Станет Максимально Долгой И непонятой Но Рапира Явно Усложнит Жизнь Крейзи Честно Говоря Если Крейзи Сейчас Даже Прошу Прошу Прощения Если Плазма Сейчас Все Правильно Сделает То Они Вполне Могут Крейзи Одолеть Единственное Как Должны Здесь Сыграть Ну Фрион Все Правильно Делать На самом Деле Через Хекс Чтобы Дум Пошел В Магнуса А Хекс Пошел В МК Он Не оставляет Денег На Пайбэк Понимая Что Если Рапиру Выбьют Пайбэк Кому Уже Больше Не понадобится Ну И Что Арпа Есть? Есть Ахаслам Есть? Приятно Иметь Дело С Опытными Коллегами Пошла Родимая Просто Формят У Тролля Вот Будет БКБ Но Тролль Остается Без Байбэка И Теперь Плазма Ждет Когда Пойдут На них По Фарму Из-за Того Что Плазма Играют Зажато Радиенты Просто Начинают Выигрывать Они Формят Чуть ли не Всю Карту Фреон По линиям Летает Постоянно Толкает Сатаник Появился Ну Давайте Ребята Будет Смог Или 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 Будет С каждой Минутой Из-за того Что Так Вот Ничего Не Делают Была Жарапира Они Прям Замес Выигрывали Крайне Уверенно Хотя Б Приблизительно Правильно Кнопки Пожать И У них Очень Хороший Шанс Контроля У них Очень Много А Теперь Они Дают Возможность Вот Этими Самыми Действиями Бездействия Они Дали Возможность Думу Собрать БКБ Они Дали Возможность Собрать БКБ На Тролле И Вот Он Смог Кстати Рошан Скоро Если Сейчас Они Убьют Тролля Это Будет Максимально Идеально Тролль Успевает БКБ Прожать Здесь В Панголеры Дается Дум Панголеры Минус Минус Шейкер 2 БК МК Погибает Рапирка Рапирка На Тролле Резко Преимущество Стало 28000 Просто Это Наверное Чуть ли не Самый большой Скачок В истории Из всех Что я Видела У них Было По-моему 6000 До этого Замеса Преимущества И вот Два Вайбека Замес И Рапира Рапира Для тролля Разумеется Ой Аегис Для тролля С рапирой Разумеется Рефрешер Еще Даже не знаю На самом деле На комп Рефрешер Брать А Как На ком На думе Господи Так Нападение На Войт Спереда Дум Развод На РП Можно сказать Помогите Думчику Та Вот Клуберская Посмотрите Как они Хорошо Подрались На самом деле О Боже Мой Ну Теперь Нужно Драться Теперь Нужно Драться За Рапиру Нужно Драться Глимер Глимер Помогите Один Удар Отрегенец Отрегенец Ты хотя бы Нанесешь Урон Нет Нет Не в этот раз На развороте Так Приходит МК И Это просто Уникальная Игра Это просто Уникальная Игра Нижнюю башню Сил света Атакуют Фурион Максимально Хорошо Сыграл Он Украл Самое Дорогое Забрали Думу После Бэйбэка Что же Пошло Не так Дум Который Решил Немножко Почезить Которого Убили Никто Не помог Потом Оказалось Так Что Тролль Оказался Один До Этого Войтспири Дум Умерли Вдвоем Он Прожал БКБ Когда Его Практически Убили Не понимал Что делать Драться Либо Отойти Но Так Фурион Сохранил Рапиру Для Рейдентов Это Не критичный Замес Тролль Сейчас Сыр Дум Рефрешер Тролль Сыр Укрепили Свои Сооружения Нижняя Башня Сил Света Разрушена Цепляют Нас МК МК Сатаник Аминьца Но Полностью Отригинился Сейчас Просто Его Сарапиры Фурион Фурион БКБ В кулдауне Ой Как же Красиво Вышло Сатаник Работает Просто На ура Рапира И сатаник Практически Убили Фуриона Здесь Добивают У нас МК Приходит Пангольер Обисло Раскидывает Магнус Готовится Давать РП Красивое Могло Быть РП Урона Нет Магнус Улетает Уфриона Кстати В итоге Получилось Все хорошо Помните Мы в начале Говорили Что Так На Магнуса Нападение Меледикт Магнус Магнус Байбека Нет Байбека Нет РП У нас Не будет Здесь Дум Дает Свой Дум Пангольера Еще один Дум Минус МК Байбека А шанс Был А шанс Был С Рапирой Было Красиво Вот этот Камбэк В виде Знаете Когда вы В принципе Достаточно Много Проигрываете И вот Вам дали шанс Честно Мне Вариант С Рапирой Понравился Может Здесь Он Скажем Так Не до конца Вышел Идеальным Сырочек Разводит Разводит На Бандарьера Ну Скай Остало Твое Время Огоним Забрали Забрали Думан Байбай Как-то Нет Прыгает Прыгает На Фуриона А у Фуриона Сатаник Фурион Сатаник ВКБ Где была Хорошая Реализация Подкачала Игра В любом Случае Честно Эта игра Получилась Интереснее Чем предыдущая Хотя бы За счет Момента Сарапирой Когда они Снесли Мид Я на секунду На секунду Я даже Поверила В то что Плазма Могут Но дальше Они совершили Самую большую Ошибку Они дали Оппоненту Фармить Потому что Там как раз Не было БКБ Не было БКБ еще Ни на Тролле Не было БКБ По-моему Даже Ни на Думе Ни на Фурионе Им не хватало Этих Балакенбаров Почему в принципе У Плазмы Получалось Их в какой-то момент Убивать И катить И так далее Скай очень много Урона Наносил Но Они просто Побоялись Купить Рапиры Не побоялись Зато побоялись Дальше идти И что-то делать Дальше Хотя отыграли Они практически Все преимущество Которое было У Крэйзи Достаточно Интересная карта Как В принципе Можно сделать Определенные выводы Как себя стоит вести Или не стоит вести Ситуация Когда Оппонентов Преимущество Стоит ли рисковать Либо наоборот В какой-то момент Стоит дожать В какой-то момент Стоит Отпустить Здесь В принципе С моментом Когда они Не дожали Наверное Была самая критичная Ошибка Но Рапира дала им шанс Которого до этого Не было Отличная Карта Жалко Если бы Комбакнули Она была Еще лучше Пока У нас музыкальная пауза И Следующий Матч Я думаю Что Опять же Между играми Перерыв 20 минут Именно Между сериями Так что Следующий матч Бизнес Ассоушиит Против Фузумерс Начнется Приблизительно Через 20 минут В любом случае Я отпишу В чате Так что У вас будет Актуальная информация Мускальная пауза Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова